Как цивилизационный код, вот мы его наблюдаем, он оказывается по нашему мнению, модель времени всегда была перед нашими глазами. То есть и космогенез, китайские философии и буквицы ФИТА, славянское наследие и так далее. Ну вот в Америке, например, коренная Америка, коренная Америка, это индейцы-чуроки, да, они вот имеют недавно созданный язык. Ну это же формально, что он недавно создан, то есть как уже у нас тоже говорят, что мы письменности там не имели, языка не имели, но это просто формальная сторона. Формальная сторона недавно имели новый язык, они просто его отороживают, а так они, конечно, язык сранишаются. У них другое представление о времени вообще есть, а индексические элементы присутствуют в их языке. Мы сегодня вспоминали про арабскую лязь, как у арабской лязи, это и есть Вития, и это литой элемент. В Европе у нас есть такой замок, вот, Шетсон, вот, Шетсон, в деле Гласикирина Вторая, вот, государственник, великой государственной, российской государственной по истории. И на этом знаке мы видим великий предел. Но есть мнение, что великий предел Георгия, он не обязательно святая должен был улететь. Вот, что есть вот здесь мы видим элементы картальной модели, вот, здесь сам великий предел Георгия, великий, фитары, хотите, то есть, можно святая. Но, собственно, здесь святая. Вот, старый дизайн, вот, то, что мы находим на артефактах в виде. Мы видим изображение, например, вьюн, да, растения, орнамент растения. А если присмотреться, то вот этот виток, он сверху, а вот этот виток, он сверху, а вот этот виток, он сверху, а последующий виток, он ниже этого витока. То есть, мы здесь можем видеть последовательность. И, соответственно, последовательность, собственно, последовательность. Вот, собственно, грудное показание. Если мы вот так вот рассмотрим плоскостные изображения и его повернем, то у нас получается вот такая вот чертовая модель. Буквы циферта, великий предел это изображение, его нельзя потрогать. Вот чем отличается, в чем мы не знаем нашего исследования. То есть, вот мы знаем какие-то буквы, какие-то символы. Но их нельзя потрогать, это не плоскостные, виртуальные. А это физическое, наверное, устройство. То есть, вот здесь показано, что вот плоскость, а мы поднимаем. То есть, мы эволюционируем. Ну, в данном случае, здесь мы показываем эволюцию символа. Ну, вообще, не что. Верско-современный русский язык объединил с изъятием из него рядом буквы, из эксперимента. Физическое модель устройства? Физическое же модель устройства. Нет, это зависит. Объединил с изъятием рядом, рядом буквы, кстати, с... Ну, как называется там? Реформа, законной реформы. И, ну, это не надо, что каждая буква, каждая буква, там, не знаю, там, яйца, яйца, да, там, эвиситичная, они что-то означали, они же показывали, они что-то какие-то свойства в себе несли, как-то когнитивные свойства для человека. То есть, а если мы их убрали, то мы и сознание свое, ее... Обрезали. Да, обрезали. А чтобы ходить, чтобы там доказывать какие-то там чиновники, потому что еще, ну, поверните нам, пожалуйста, эту букву, это, ну, для меня это вообще нереально. Вот. Но мы можем вернуть. Мы можем вернуть. Нет. Букву ее мы вернули, вот, где мы хотели. Хорошо? Вот можем. Мы, я лично участвуем. Можем буквы все считающие вернуть. Я раньше. И гепает, да. Ну, это пример. Можем буквы все считающие вернуть в виде изделий. Да, да. Совершенно верно. Это называется действующая модель. Вот, например, пряжка. Вот она пряжка. Она. 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 Она создает вихрь. Вот. Ну, это там эфирный, эфирный. Вот. Эфир. В одну сторону вихрь идет. Вот. И в другую сторону вихрь идет. То есть приучить сознание вот к этому изображению. Да. Да. Совершенно верно. Вот. Слушайте, а вот на вашем опыте не было каких-то Лукашине, может быть, встречались какие-то. В Битии. В Битии. В Битии. В Битии. Нет, вообще где-то в историческом там. Скажи, а что ты вот то, что ты наговорил? Ну, что это нам дает? Ну, что это нам дает? Помолчите. Помолчите. Это дает сходе, модель здесь есть. Модель здесь есть. Наслушаем доклад. Давайте дослушаем. Чем больше вухты, больше поле. Цивилизационный код, выраженный в различных изделиях, является функционным кодом. Да. В Битии.